На центральном диване Егор Кривошеев, глава семейства, он попал в книгу рекордов Гиннеса. Всего за четыре дня он пропил трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Рядом с ним в красном его супруга Светлана. Она наняла киллера, чтобы он предотвратил потерю квартиры, но всего раз, пообщавшись со Светланой, киллер тоже запил и сдался в полицию. Мария Кривошеева, сестра Светланы, забеременела от Егора и подсыпала Светлане в суп мышьяк. Но яд, к счастью, оказался просроченным. Ваня Кривошеев, рядом с ней на диване, сын Егора и Светланы, ему 17 лет, у него 8 приводов в полицию, уже отмотал два года в колонии для несовершеннолетних, пытался продать свою 12-летнюю сестру Лизу в сексуальное рабство, но не сошелся в цене с заказчиком. И, наконец, Лиза Кривошеева, которой, я говорю, она на отдельном диване, сидит поодаль от своей семьи. Лиза отличница, золотая медаль в общегородской олимпиаде по алгебре, занимается сольфеджио, увлекается историей Древнего Рима и мечтает, чтобы все родственники ее семьи скорее умерли. А во мне человечек поместится, хоть не верится в это сейчас, но за 9 счастливейших месяцев я могу вырастать 10 раз. И пускай я обычная матка, правда, матку всегда я рублю, О себе говорю очень кратко, я детей бесконечно люблю. В наступающем году я желаю от души, чтоб рождались малыши здоровее всех в роду. Вот такая у нас милая матка, вот такая она милая. Это яичники, это маточные трубы, это тело ма... С диагнозом сахарной диабеты Ирина Комракова живет уже 7 лет. Несколько раз в день делает инъекции инсулина, подсчитывает хлебные единицы. Болезнь успела дать многочисленные осложнения на зрение, сосуды, суставы. Поэтому еще недавно девушка имела статус ребенка-инвалида. Но в этом году ей исполнилось 18, и болезнь вдруг перестала быть опасной. Так решили врачи, которые дали заключение медико-социальной экспертизы. В заключении мне написали об отказе то, что я не инсулинозависимая, хотя я инсулин колю уже на протяжении 7 лет, и как они могли это написать, понять не могу. В документах даже были ошибки. Написали мне то, что гликировано у меня 6,5, хотя по документам, которые я отдавала им и делала эти анализы, у меня 11,6. То есть зрение у меня тоже плохое, миопия слабой степени у меня, ну, как бы, минус 3 зрения. Они мне написали минус 0,7. Инвалидность Ирине необходима для того, чтобы получать бесплатные лекарства. Только одного инсулина девушке нужно минимум на 6 тысяч рублей в месяц. И государственная поддержка для небогатой семьи из Саранска была существенной. Если теперь все закончится, как это решили врачи, то 18-летней девушке можно будет забыть про учебу в медицинском колледже, планы на жизнь. Ближайшие перспективы – это обострение осложнений, кома, неминуемый летальный исход. Как они так говорят, что когда вы ослепнете, придете без руки, без ноги, тогда вам и положена будет инвалидность. Но извините, мы тратим столько сил и времени, чтобы этого не произошло. И зашло. Понимаете, вот только это стучание в пустые двери. И никакой помощи нет. Абсолютно никакой. В Главном республиканском бюро медико-социальной экспертизы хранят врачебную тайну. И комментировать конкретный случай, говорят, не имеют права. В общих чертах объясняют, что заболевание и инвалидность – понятия неравнозначные, даже если речь идет о сахарном диабете. И становится понятно, что говорить об ошибке здесь не готовы. Добровольно свое решение менять не намерены, извиняться тем более. Если кто-то чем-то недоволен, заключение всегда можно обжаловать.